всем привет вы на канале мамочка 3d ксения в деревне и сегодня видео коллаборация мы решили снять такое видео вместе с каналом кубань ольга влог ссылочку на ее канал вы увидите под видео в описании суть коллаборации такова мы должны ответить на 20 вопросов вопрос у меня написано на листочке и все 20 естественно не запомнила поэтому буду как бы подсматривать на вопрос если будет совсем прям скучно можете оставить видео смотреть а сами писать в комментариях ответы свои и еще ну лайк поставить не жалко правильно и кнопочку подписаться конечно же тоже жмите первый вопрос заключается в том где ты проживаешь страна город ну или там другой какой-то населенный пункт в общем на данный момент мы проживаем в ярославской области ярославская область ярославский район то есть не город ярославль а именно ярославский район деревня вот второй вопрос назовите любимую настольную игру ну вообще самая моя любимая настольная игра это монополия потому что в нее можно играть долго большой компании и в общем весело у меня это получается у нас так так третий вопрос что ты выберешь пиццу или бургер если честно я выберу суши мне больше такая пища под уже чем пицца и бургер но если уж как бы не выходить за рамки вопроса то скорее всего наверное пицца так четвертый вопрос откуда ты родом вообще я северная девушка я приехала с севера а точнее с города северодвинск какой общественный транспорт предпочитаешь ну в принципе мы ездим на машине но если выбирать из чисто общественного транспорта то скорее всего это будет но либо самолет либо поезд я очень люблю ездить в путешествие мне вот с этим ассоциируется и самолет и поезд поэтому вот что-то из этого скорее всего самолет потому что это как бы драйв такой экстрим не все предпочитают самолеты но в общем так значит какую еду любишь ну тут скорее всего подразумевается вопрос пп или не пп ну у меня я больше отношусь к пп скорее всего ой точнее наоборот не пп если я только что тут суши роллы и пиццу выбирала да то скорее всего я значит не за пп дальше седьмой вопрос ты любишь читать какие книги ты читала последний скорее всего да в принципе читать я люблю но у меня на это не столько много времени но я читала знаете когда я читала когда укладывала спать малыша когда каталась коляской с ним но это было в период когда не было огорода это там зима весна осень вот в этот период в это в эти моменты я урывала те урвала книжку себе вот и читала был момент когда я слушала аудиокнигу и скажу мне больше конечно вот вот тактильный контакт мне больше нравится вот такая книжка прям которую можно взять в руки и которую можно полистать вот поэтому что из последнего я читала я читала психологию могу скорее всего даже что-то порекомендовать из психологии наверное могу предложить две книги которые связаны с психологией это наталья правдина у нее очень много книг которые можно почитать которые легкие просто на восприятие но одна из которых я читала последние крайние это мой будущий ребенок миллионер наталья правдина и еще мне очень понравилась книга но я ее слушала в аудио формате это как завоевать друзей и сейчас я написала себе на листочке и оказывает влияние на людей автор дейл карнеги вот эти две книги они прям вот одни из последних которые не перевернули конечно мое сознание но по крайней мере я по-другому стала воспринимать все так скажу так значит восьмой вопрос кем хотела стать когда была ребенком честно говоря я хотела стать домохозяйкой и серьезно хотела стать домохозяйкой и частично это у у меня мечта исполнилась потому что на данный момент я сижу в деквете дома не работаю и как бы ну домохозяйничаю так сказать так девятый вопрос меняется ли люди ну не знаю это такой более это такой вопрос конечно очень можно в него углубляться и углубляться и какие-то примеры приводить но в целом наверно наверно меняются но тут опять не могу точно сказать меняются или не меняется нет тот вопрос тот ответ как бы это убираем примеру один человек живет с примеру мужчина с женщиной живут довольно таки продолжительное время то тут скорее всего они сами под себя подстроились и значит им все комфортно и не и меняться тут как бы ну вроде как через какой-то промежуток времени у женщин например спрашивают ну что там мужчина у тебя как-то думаешь поменялся вот он был тогда раньше таким ну во первых взросление пришло во вторых какое-то нейроприоритеты какие-то уже другие стали в общем скорее всего меняется причем все равно мне кажется да я на этом ответе и останусь потому что возраст он делает свое опытом делает свое жизненный я говорю это вопрос такой очень обширный и можно углубляться и углубляться ну вот мое мнение меняется так если у меня домашние животные домашние животные есть вот одна из них вот она козочка вот и еще три курочки где-то там частоют по участку но вот так домашние животные у нас были вот собачки кошки были но вот если сейчас мне предложат там котенка взять или щеночка я скорее всего откажусь а еще у нас было были черепашки были улитки поэтому не знаю считается ли они как домашние животные вот но вот опять же года вернусь сейчас вот к щенкам и котенкам скорее всего я ну скажу нет потому что ну мне достаточно где свободы достаточно так так 11 вопрос люби любимый цвет мой любимый цвет зеленый я даже стала кстати на фоне зеленого вот все оттенки зеленого цвета я просто обожаю так на какую камеру я снимаю я снимаю на обычный телефон на данный момент я снимаю на мужа телефон потому что у него качество лучше потому что и чтобы я была четче видно я решила его телефон себе немножко забрать на недолгое время вот так и снимаю на телефон как как бы начинающий блогер так 13 вопрос если у тебя брат или сестра если говорить о родных то у меня в принципе если говорить о родных то есть только брат у меня старше на шесть лет дима привет если меня видишь и смотришь вот и есть еще двоюродные и сестра и брат вот тоже вам привет если вы меня смотрите вообще так 14 вопрос хотела ли бы я изменить внешность или же характер это тоже такое более углубленный вопрос на котором можно разговаривать долго и нудно скорее всего во внешности вот кстати недавно я разговаривал про свои комплексы ссылочку я прикреплю обязательно загляните туда тоже в общем скорее всего вот внешний вид в принципе меня устраивает но вот есть послерода родовые такие отпечатки как животик поэтому но его нужно убирать мне кажется ну вот эти всякие липосакции липосакции это как бы не по мне и не по нашему кошельку это явно это лучше вот питание и спорт но я в процессе так 15 вопрос если какие-то три желания если бы они исполнились сразу чтобы ты загадала это тоже надо думать если честно даже не знаю даже не знаю желание три желания но такие исполняемые да то есть там про здоровье родных и близких это как бы все понятно но если вот прям такие которые могут исполниться я хочу съездить попутешествовать я даже не знаю вот так вот на вскидку я даже не знаю чего еще могу такое хотеть какое желание но у меня желание очень такое прям есть вот прям тут это когда я с домохозяйства я все-таки буду уходить я думаю все равно на работу буду выходить я хочу найти достойную работу себе вот потому что у меня в том городе я все еще официально устроена и ну так как мы уже сюда переехали на прям же и надолго я думаю туда я буду увольняться когда у меня демика будет три годика поэтому хочу тут найти достойную работу чтобы тут меня все устраивало потому что у меня есть много ну как немного внутри по крайней мере у меня есть условия к работе которые я хочу чтобы исполнились вот первая это зарплата вторая достойная зарплата я хочу сказать достойная зарплата не просто там большие деньги хочу зарабатывать чтобы достойная зарплата моему труду было второе это чтобы был хороший график потому что ну хороший график это в плане вечера дома потому что у меня дети выходные дома праздники дома и третье условие чтобы вот тут вот туда-сюда колеблется неофициально сначала хочу поработать потому что я все-таки официально устроена еще там в городе и потом когда уже три года исполнится моему демику я уже на могу на официально устроиться так следующий вопрос любимая игра и любимая игра в детстве вообще в принципе в детстве я очень любила играть во дворе я мне кажется каждый сейчас вспомнит как бегал во двор играл с ребятками и в прятки и в догонялки и на скакалке и на резинках и как только не играли вот что-то отдельного наверно нету как приходили в гости мы играли в магазин мы играли в кассу а ну иди сюда вот как играли в кассу что-то конкретного у меня скорее всего нет вот а так ну сейчас чего я люблю играть это со своими детками естественно так следующий вопрос идеальные мои идеальные выходные наверное идеальные выходные это когда два у меня два выходных да там суббота воскресенье да по идее выходными считаю но вот один из выходных я бы хотела уделить полностью семье чтобы мы куда-нибудь там не знаю с палатками выехали на природу на пикник и просто отдохнули там не знаю покупались на берегу какой-нибудь речки или озерца с бутербродами с самоварчиком бой самоварчиком с термосом вот вот такое наверное я бы хотела чтобы мы с детьми чтобы все вместе в общем вот а вторые второй день я бы посвятила воскресенье я бы наверное наоборот хотел уединиться просто ото всех куда-нибудь съездить просто там даже одна чтобы просто привести свои мысли в порядок не пожить а просто отдохнуть вот вот наверное вот такие мои идеальные выходные который заслуживает продолжение наверно короче скажу мой самый любимый фильм мой самый любимый фильм это комедия он уже давнишний копы в юбках вот и еще с мне нравится актриса милиса маккарти вот все фильмы с ней все комедии с ней могут продолжаться пускай продолжаются можешь пион кстати тоже ну вот видите я все по комедиям я все по комедиям так ну и последний вопрос это страшный фильм страшный фильм я в принципе ужастики не люблю но один фильм я почти все части пересмотрела не знаю почему даже вот не страшно меня почему но пересмотрела в общем этот фильм называется пила а второй фильм второй тоже фильм я все практически части посмотрела это поворот не туда это самое страшное для меня кино есть конечно же еще и хуже я знаю не надо мне об этом писать и говорить и это все знаю но я не готова смотреть ужастики это не по мне по мне лучше комедии которые только что говорила поэтому как-то вот так вот пила из поворот не туда вот эти вот где много частей вот эти два фильма многосериальные или как назвать не знаю даже одни из страшных которых я смотрел больше я страшилок не могу назвать потому что я не смотрела вот прям категорически не люблю ужастики вот по мне лучше комедии или как я нибудь не знаю мелодрама в общем вот так все ладно буду заканчивать все вопросы я на себя ответила извиняюсь что получилось так много потому что я люблю поболтать в общем оля спасибо за эту коллаборацию за эту очень прикольную идею берите на заметку если что и конечно же канал еще раз повторюсь ссылочку на канал 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 кубани ольга влог я напишу под видео под вот этим видео в описании поэтому пожалуйста проходите вот и знакомьтесь естественно кто не знакомый с ней ну и конечно закадровые моменты мое любимое всем привет вы на канале мамочка 3d в деревне всем привет вы на канале мамочка 3d ксения в деревне и сегодня будет такое видео коллаборация а мы решили друг другу задать вопросы с каналом ольга всем привет вы на канале мамочка 3d ксения в деревне и сегодня будет такое видео формате ольга да не ной ты можешь не смотреть ну все может тут вообще не ходить не бегать не жевать не черт блин не делать а одни жуют типа козы и коровы другие катаются на велике Это все в эфире. Шучу, но это не вырежу. Что? Сейчас буду тупить по-любому. Коля, что за вопросы? А так все, всем была рада, всем позитива, всем добра, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok